друзья всем огромный привет всех поздравляю с наступившим новым годом желаю всем здоровья добра счастья новых достижений в новом году так сегодня у нас видео про копчение буду коптить я сало сало мариновалось 10 дней в маринаде ну сегодня не про технологию вот этого маринования и копчения так немножко покажу и расскажу как устроена коптильня потому что задавали очень много вопросов я на них конечно же отвечал и видео показывал но тем не менее хочу просто озвучить некоторые моменты которые задавали мне подписчики телезрители канала сделана у меня коптильня из липовой вагонки внутри внутренняя часть наружная часть коптильни из сосновой вагонки внутри устроена на как по принципу термоса там слой фольги слой минваты опять слой фольги и соответственно с внутренней стороны и с наружной стороны деревянная доска температура в данной коптильни регулируется посредством устроенные внутри тены вот этот вопрос мне задавали как у вас нагоняется температура вроде бы на первый взгляд коптильня холодного копчения так как дымогенератор находится снаружи дым поступает до холодный но внутри установлено тена и вот посредством терморегуляции установлен электронный терморегулятор который регулирует температуру внутри коптильни задаю необходимую температуру какую мне надо при копчении дым поступает внутрь коптильни нагревается совместно с воздухом который греет тена внутри коптильни и вследствие чего получается вот горячее там холодное хоть какое копчение дымогенератор выполнен из трубы 80 из трубы диаметром 82 миллиметра здесь сделал воздухозаборник с нижней части задавали также вопрос по расстоянию вот этого воздухозаборника и высоты приемной трубы воздухозаборнику как видите где-то примерно так на вскидку 67 сантиметров длина идет и высота трубы где-то примерно 40 сантиметров вот до вентилятора до забора вообще дыма уже и подачи его в коптильню здесь стоит турбовентилятор небольшой на 12 вольт путем эжекции здесь дым нагнетается уже в саму коптильню также здесь сделаны вот конденсат сборники поменял я новый поставил баночку для сбора конденсата как как так как предыдущая у меня заполнилась создается конденсат вот эта влага она оседает в этой баночке и со всеми маслами ненужными тоже здесь оседает также второй конденсатосборник стоит вот здесь уже охлажденный дым и тут тоже собирается какая-то часть конденсата далее сало я развесил уже внутри коптильни тут вот такие вот хорошие сало с прослойкой мясные кусочки вот тут вот в нижней части коптильни установлен поддон вот такой вот поддон вот такой вот поддон обычный поддон от газовой плиты но вот здесь я вырезал края чтобы дым проходил лучше между стенкой коптильни и самим поддон вот здесь вот такая тена установлена мощностью 0 3 киловатта взял я ее от обычной печки для приготовления пирогов электрические такие печки были азель вроде по-моему называется вот вот здесь его установил выставил его на решетку чтобы не нагревался нижняя часть коптильни где-то примерно ну 5-6 сантиметров от пола и от стенок подальше и все хорошо тен достаточно маломощный нагревается не сильно но вот этого мощности вполне хватает чтобы нагреть внутри температуру до 100 градусов спокойненько вот вот таким принципом происходит копчение вот здесь тоже подача дыма происходит с таким вот загнутым патрубком на 90 градусов сгон дым вниз сперва подается там чашечка стоит в нее тоже капает конденсат и потом поднимается вверх уже за счет теплого воздуха поднимается вверх проходит через вот эти слои сала и выходит в дымовую трубу которая вот здесь расположена устанавливаем поддон обратно на место поддон внутри коптильни необходим для того чтобы когда жир капает сало вниз чтобы не загорался от тены расстояние от тены до поддона 10 сантиметров этого хватает чтобы жир который находится на поддоне он не кипел не загорался и не коптил лишний раз какой-то подписчик не задавал вопрос сыплю ли я на поддон песок но нет я этого не делаю в принципе не накрывается настолько сильно чтобы жир загорелся ну это конечно же хорошо в принципе в том плане что легче убирать вот этот жир ну и так трудностей это не создает в принципе уборка уборка жира из поддона устройство коптильни очень простое очень тут ничего сложного нет в этом включаем температуру температура копчения сала будет у меня 75 градусов интервал один градус то есть 74 75 где-то примерно будет коптиться идеально точную температуру тут не поставить внизу будет немножко температура меньше в самом верху коптильни температура немного больше ну в среднем где-то 75 ну пусть 80 градусов внутри коптильного шкафа температура будет держаться этого вполне достаточно для как бы горячего копчения сала также был вопрос почему я не устанавливаю внутри коптильни вентилятор ну на мой взгляд установка вентилятора внутри коптильни ничего положительного не даст поработает он два-три копчения но потом за счет вот этих эфирных масел которые выделяются вместе с дымом вот эта смола она постепенно забьет этот вентилятор и перестанет просто работать ну эффект от этого будет максимум на два-три копчения поэтому в принципе естественной конвекции вполне достаточно регулируется можно выход дыма посредством вот этого шибера больше-меньше открывать и тяга соответственно будет уже от этого зависеть нормально выходит дым проходит сквозь сало сквозь все слои сала там продукта колбаса там рыба или что-либо у вас там в коптильни загружено все нормально обволакивает проникает внутрь продукта все так по поводу от маринования сала чуть-чуть остановлюсь тоже задавали мне вопрос засолили сало по моему рецепту и в итоге сало скорее всего закисло а может быть это связано с чем температура маринования сала не должна превышать 5 градусов это первое то есть при более высокой температуре быстрее процесс происходит образование каких-то организмов и может быть закисание просто вот этого маринада второй момент тоже немаловажный объем маринада на продукт сала должен хотя бы быть один литр на один килограмм не менее то есть если допустим хотите вы замариновать 5 килограмм сала но приготовите 2 литра маринада этого будет мало поэтому объем соли будет у вас на объем продукта значительно меньше поэтому нужно вот это соотношение тоже соблюдать если 10 килограмм сала то 10 литров маринада должно быть приготовлено из расчета как я готовлю 8 процентов соли на 1 литр воды и все отлично получается вот этот маринад у меня вот это сало мариновалось у меня в течение 10 суток все нормально отлично просолилась ничего не закисло собственно все поджигаем сейчас дымогенератор запускаем копчение сейчас на улице минус 25 градусов достаточно холодно ну в коптильни эта температура как бы для данного вида коптильни вот эта температура 25-30 градусов но на роль практически никакой не играет коптил я и в минус 30 все хорошо получается заберзает что ли вот такой газ друзья не хотим гореть вроде разгораться начинает зажглась все дым начал поступать внутрь коптильни каков будет итог копчения увидим в конце видео друзья не переключайтесь подписывайтесь на канал пишите комментарии ставьте лайки вот посмотрите как оно получилось вот такое замечательное сало с такими хорошими прослоечками мясо ну вообще супер сало не закоптилось там до черна получила такой замечательный золотой цвет вот такое как должно сало быть копченое в коптильне такого образца как выполнена у меня коптильня вся сажа все масла оседают в конденсатосборниках и на выходе вот получается вот такой чистый продукт с таким вот золотистым красивым оттенком друзья ну что сало у нас закоптилось вчера я его коптил на протяжении четырех часов с момента выхода на режим на режим выходило оно еще часа полтора потому что на улице минус двадцать пять градусов достаточно холодно и прогреться вот такому объему продукта в минус двадцать пять ну достаточно достаточно долго есть нужно необходимо достаточно длительное время но тем не менее на режим коптильня вышла сало прогрелось и при температуре семьдесят пять градусов коптилась она у меня четыре часа потом я выключил обогрев открыл коптильню проветрил немножечко и еще где-то может на протяжении часа или двух у меня догорали остатки щипы в дымогенераторе и потом сало еще у меня висело в коптильне до утра сейчас уже утро следующего дня сало подмерзло так как на улице сегодня минус тридцать один уже градус достаточно совсем прохладно ну продукт удался продукт получился все хорошо сейчас сало буду упаковывать в мешочки и уберу на хранение в холодильник вот такие вот кусочки замечательные получились куски буду резать примерно ну по 10 сантиметров этого ну как бы нормальный такой объем достал кусочек покушал следующий не трогать посмотрим как сало получилось внутри самого продукта пока обрежу вот так вот по два кусочечка я наверно буду складывать мешочки вес такого кусочка где-то в районе наверное килограмма может грамм 800 заготовлена замечательно внутри вообще супер сейчас к этому подойдем сейчас дойдем до продукта который вот с таким с прослойками мяса боковая часть свинины как она корейка по моему называется что ли карбонат не знаю не помню честное слово так вот этот кусочек я думаю можно просто кулечек убрать он войдет коптилось у меня сало где-то 8 килограмм примерно было 12 килограмм но килограмма 3-4 я засолил просто сухим посолом ой красота прям вообще сумасшедший вид внутри вот этого прослойки вот этого мяса сейчас мы с вами его попробуем оценю насколько оно удалось вот так вот вот дошли мы до вот такого вот куска с такой вот замечательной прослойкой сейчас сейчас его разрежу вот зацените ребята насколько шикарный внутри сало шикарный цвет розовый нежный сало мясо вообще класс шикарный кусочки сала вообще шикарный давайте заценим что получилось такой кусочек сальца сейчас поделюсь своими вкусовыми ощущениями на сколько удался вот этот продукт ммм 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 просто прелесть просто класс много есть не буду вчера я уже напробовался вечером достаточно много сала тоже кушать не нужно хорошее замечательное сало если соблюдать технологию вот этого маринования копчение температуру при мариновании при засолке сала чтобы оно не испортилось все отлично получается ой какой кусочек вообще тут брюшинка но с такими хорошими прослойками мясо что ж классно вот на этом друзья все подписывайтесь на канал не забывайте ставить лайк писать комментарий всех я вас поздравляю с наступившим новым годом с наступающим рождеством всем добра здоровья успехов начинания в делах в семейной жизни в работе ну что все было хорошо у вас всем добра друзья подписывайтесь на канал всем пока